Фабрика звёзд. Стремительный старт раскрутки талантов или кладбище молодых звёзд. Мой сын как бы стал известен благодаря фабрике, поэтому я люблю фабрику. Фабрики. Хорошее может быть отмывание денег. Мне кажется, фабрика это наоборот очень хороший трамплин. Показать себя. Какова вероятность быть замеченным настоящим продюсером, если ты действительно талантлив? Если бы ты был молодой, прям такой уж талантливый, ты бы, блин, не знаю, там, поиграл в московском ресторане, и тебя бы увидел какой-нибудь знакомый, какого-нибудь продюсера, если бы ты прям такой талантливый был, бы он приехал бы к продюсеру, и ты бы сказал бы, там, такой талантливый мальчик играет, прям вообще, сейчас давай проект сделаем, потому что свои деньги никто не хочет упускать. Можно ли вообще раскрутиться без продюсера? Как бы сам ты, как бы ты не хотел самостоятельно что-то делать, ну не получится, потому что у нас же всё монополизировано везде. Ну что ты сделаешь? Максимум, что ты можешь сделать, это найти для себя клубы твоего профиля, ну и просто работать для себя, для души, ну так вот не хватило бы на проживание. И благодаря чему звездой сегодня может стать любой желающий, даже не имея никаких талантов. В наше время стать звездой может любой желающий. Быть популярным, иметь фанатичных поклонников, большие деньги. Всё это возможно. И совсем не обязательно уметь петь или иметь яркую внешность. Достаточно просто пройти кастинг на популярное телевизионное реалити-шоу. В принципе, путём показывания многократного на телевидении можно сделать человека узнаваемым. Родившись в конце прошлого века в Германии, менее чем за 10 лет реалити-шоу стало неотъемлемой частью современного телевидения. Развлекая телезрителей, любители лёгкой славы и денег пытаются выжить в незнакомом месте, исполняют сложнейшие каскадёрские трюки, истязают себя голодом или едят червяков. Самым популярным реалити-шоу СНГ на протяжении нескольких лет остаётся проект «Дом-2». Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина, и это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Он стартовал в 2004 году. Цель этой игры – построить любовь. «Дом-2» – это шоу отношений. Участники строят дом, но не это главное. На самом деле парни и девушки должны найти себе пару и доказать свою любовь. Только так они могут выиграть главный приз. Убиялся или нет? Дома. Уля! Попасть в проект может любой желающий. На «Дом-2» я пришла, потому что хотела сюда прийти, я чувствовала, что это моё. Образование, социальный статус, внешность и род деятельности значения не имеют. Последнее время, последний год я не училась, ничем не занималась. Я думаю, ну окей, что я буду терять время, пойду, останусь здесь. Между участниками шоу и его создателями существует негласный договор. Продюсеры делают из никому неизвестных ребят настоящих звезд прайм-тайма. Из-за того, что проект «Дом-2» смотрит много-много людей, я считаю себя известной личностью. Но за такую раскрутку участники проекта платят тем, что живут под постоянным надзором телекамер и выполняют установленные правила игры. Что мы будем всю жизнь вместе вот так? Работай, езди на концерты, я тебе что, слово скажу? Каждую среду участники выбирают себе пару. Каждый четверг проходит голосование, в котором участники решают, кто из игроков-одиночек должен покинуть шоу. На место выбывшего приходит новый участник, на место девушки парень и наоборот. Ребята все уже как бы мыслили себя звездами. И вот пришла девушка, которая заявляет, что я королева. Участники проекта живут в большом общежитии. А пары, доказавшие окружающим искренность своих чувств, могут поселиться в комфортабельном ВИП-домике. Если, конечно, их поддержат другие участники. Ты веришь, нет, что он ее любит вообще? Нет. До финала дойдут всего три влюбленные пары. После СМС-голосования одной из них достанется дом. Но кажется, что целью участников проекта является не дом, за который они соревнуются, а звездная популярность. Но хочется больше популярности. Я вам скажу, что не мечта, это реальность. Я собираюсь стать звездой мирового масштаба. Вот. Получить Оскар. Конечно же, для нормального человека такая жизнь, где нет места личному, не выставленному на показ, психологически довольно сложна. Поэтому в проекте часто возникают маленькие бунты, когда отдельные участники решают покинуть проект и вернуться к прежней жизни. Или начинают ставить продюсерам свои условия, забыв, кто подарил им статус звезды. И либо, значит, они меня выгоняют, либо соглашаются с моими словами, что я хочу еще что-то делать, помимо того, чтобы заниматься «Домом-2». Потому что строить любовь, знаете ли, с утра до вечера, это в конечном итоге... Но не все так просто. Продюсеры не хотят терять золотую жилу и закрывать телешоу. Ведь «Дом-2» стал уже настоящим брендом. Выходит журнал о героях проекта, они выступают на концертах. По мотивам реалити-шоу даже создали компьютерную игру. Поэтому участникам запрещают заниматься чем-либо несвязанным шоу. Естественно, мне нужно развиваться. Я хочу заниматься, помимо «Дома-2», чем-то еще и другим. Это естественный процесс, это неизбежно и необратимо. Как бы они не были недовольны этим. Кроме постоянных конфликтов, все реалити-шоу сопровождают слухи, что события на таких проектах придуманы сценаристами заранее. А герои телешоу лишь хорошие куклы в руках продюсеров. Жизнь страшнее вымысла. И никакие самые гениальные бы сценаристы не могли бы выдумать порой то, что здесь на самом деле происходит. Если мужчины, по мнению общества, идут в реалити-шоу, чтобы завоевать денежный приз, то девушек общественное мнение довольно часто обвиняют в корыстных намерениях найти себе богатого мужа или любовника. Если все такие умные, да, и в принципе внешность у нас, девушки русские, все красивые, да, могла бы вот именно влиять на то, что ты имеешь, то, наверное, все бы жили в шоколаде, я так думаю. Прошло уже несколько лет. Участники проекта продолжают жить за решеткой телевизионной клетки. И хотя за это время ни один из героев шоу не осуществил свою мечту, не выпустил диск своих песен, получивший статус Платинова, не завоевал ценную награду в киноиндустрии или статуэтку Грэмми, главные герои «Дома-2» все-таки не решаются покинуть шоу. Я не отрицаю, что я привязан к проекту, и он мне нужен, и он мне полезен, и он мне помогает. И я ему нужен. Ну, шоу-бизнес – это такой мир, который как лотерея. И я могу не вытянуть тот самый счастливый билетик. И это действительно так. Ведь события шоу мгновенно теряют актуальность, а выбывших героев быстро забывают. И зрители с интересом наблюдают за отношениями уже новых участников. А вчерашние звезды сегодня уже никому не нужны. Это реалити-шоу, и это шоу, на чем оно и держится. Если бы это не было шоу, то никто бы его не смотрел.